Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы. Я думаю, натравить на них Фелицию, что ли? Фелиция в атаку. Ой, у нас щиты один... А, нет, у нее щиты другой. А, у нас обоих щиты квадратные тогда, вот, я нашел. Ты куда побежала-то, подруга? Она хитрая тоже, она на большой грипп-то не стала залупаться, она пошла маленьких бить. Да, блядь, заставь. Ой, блин. А, во, во, пошла. Давай, удачки тебе. Грипп-то, в принципе, безобидный абсолютно. Он дамаг-то вроде не наносит, он только, блядь, и убить-то его, как два пальца. Ну, че ты тут стоишь-то, господи? Какая тупая ты тварь, а? Мне нравится наблюдать за действиями этих компьютерных фантомов. Ни хрена на моему дамага наливает, вообще непонятно с какого хрена. Молодец. Сделала дело. Пошла нахер смело. Да. Все равно ты в большинстве случаев бесполезная баба. Ну и, как я уже говорил, поломка снаряжения, это абсолютно чистые воды за подлищи. Хотя вот здесь нет, вот здесь бы она помогла. Посмотрите, сколько здесь этих колдунов, блин, и колдушек, которых еще с воды водяные прикрывают. Я магию услышал, прежде чем увидел. Еще здесь опасно далеко за столбы выходить, потому что... Потому что там резкий обрыв. Ох! Только пули летят. Свистят. И два охранника. А, ёп твою мать, здесь еще вторгаются. Караул, блядь! Ну нахуй! Домой! Нет! Блядь! А, боже, какое дерьмо! Да-да-да, я вспомнил, это самое ебнутое место в этом во всем храме, это вот этот блядский круг. И сейчас его сделали еще в два раза более хуже, чем он был. Увеличили количество мобов, поставили двух этих рыцарей с саных, а в прошлый раз одни магички были. И наложили водяных, да, и там еще этот, мать его, фантом с саной. Вот видите, блядь, видите? Он хуяк на кольцо дракона сломал. Ну не убью пока. Педрила, блядь, ебаная, сука, мразь. Ну что мне нахуй делать? Так, в жопу. Да-да, кувырка нету. Эй, а сколько душ там лежит, подождите-ка я. М-м-м? О-хо! Пора ко мне смотаться в мандулу. Что-то оно его нахрен. Такие риски. Неоправданные вообще. Чего бы такого прокачать-то? А, ну да, силушку же надо. Вообще-то на вес бы что-нибудь кинуть, чтобы уже арбалет свой надеть и не снимать. Арбалет-то вообще классный. Я этого гриба хотя бы на подходе убью. Не успеет он мне ничего сломать. Во-первых, починить надо. Три семьсот пятьдесят. Ёпте. Тяжелые баллы болты почему-то не продаются. Хочу заметить, что арбалетные болты стоят в два с половиной раза дороже, чем стрелы. Ну, в этой игре это, конечно, по карману не ударит никому, потому что денег, душ, вернее, всегда у всех до жопы. Но всё равно. Просто факт. А чё, у меня и так из-за этого веса никаких кувырков, кстати, нет. Так что, где моя царь Берданка? Которая почему-то называется Эйвелин. Какой осколок я отыскал? Я ещё один осколок отыскал где-то? Теперь у меня что, одиннадцать стало? Может, у меня ещё один есть, нет? Ну, хер его знает просто. Да, одиннадцать стало. Чё-то я не вырубаюсь, где их понаходил. А, ну да, одну у Фраама, вторую в храме. Вроде бы. Может и нет. Да, единичка силы. О, да. Интересно, а что сильнее? Два этих меча носить или одним рубаться вот так вот? Одним, наверное, повыгоднее немножко, потому что за горбы можно повесить щит, который восстанавливает выносливость. Это всегда бонус. Восемнадцать тысяч душ так и осталось в моём кармане, потому что, блин, некуда девать их. Видимо. Видите, даже не обязательно покупать доспехи этих боссов. И без них, в принципе, всё достаточно шикарно. Так, ну и теперь. День, день, день. Ну, не сказать, что прям много урона. А если в хедшот? Какое-то привидение сейчас полечилось прямо в перед экраном. Блять, этот ещё, сука... Боровик нахер вылез, говно. Всё. Конец котёнку. Больше срать не будет. Самоцвет жизни. Ну, я, конечно, не претендую, чтобы тут какие-то артефакты падали, но... Да-да-да-да-да-да-да-да, конечно же. Отведай. Видите, какой чудесный арбалет? Вот бы я без него тут долго мудился, наверное. Чёрт. Та бабёнка тоже стреляет метко, кстати. Ничего не скажешь. Ну, блять! Ну, почему не долетает-то? Да-да-да-да-да-да. А чё это они сюда не подходят? Им выманивание отключили, что ли? Блять, так ты определись, ты... Ну, ладно, пошёл, в принципе, в жопу. А, это у них там лечитель стоит, что ли? А, подожди, это обычный. Вон, лечитель. Вроде бы. А они его закрывают? Или, мне кажется... Да, закрывают. Мозгов у них не хватит. Да, там стоит магичка, которая не атакующая, которая... Которая, блять, высасывает из меня стрелы и нихуя не дохнет. Вот какая там стоит магичка. Вот какая чудесная. А вот там атакующая. Блять. И вот здесь атакующая. Да ну тебя нахуй. Дружище. Ух! Я думал, ты сюда не бегаешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Блять, как у меня кувырок сработал сейчас. Вообще удивительно, блин. С этим щитом. Не-не-не-не-не-не, чувак. Ну-ка ты. Пошел нахуй. Да-да-да-да-да-да. А где второй? Ой, да пошла ты. Какие-то самоцветы жизни у меня же падали. Где они все? Чисто минималочку хотя бы подтягивать. Да, у него удары просто рвут мою стабильность. И вот, кстати, еще одна колдунья нашлась. У разработчика получилось превратить этот РПГ в шутер просто. Вот конкретно в этом уровне. Где кроме как перестрелками пройти почти что невозможно, я думаю. Да. Дальность, видимо, у меня сильно ограничена. Очень сильно. Да. Чудненько. 380 душ дают всего лишь за эту тварь. Где вторжение-то? Я подожду. Видите? Экаменевшая кость дракона, пожалуйста. Смотрите-ка. Интересно, в воде то, что золотое водяные все-таки или что? Эта пизда куда-то отходит от меня постоянно. Что-то заманивает куда-то меня. А я-то вот раз, блядь, по-хитрому. Сука тупая, блядь. Не может быть такого, чтобы она лечилась быстрее, чем я дамажу. Блядь, это просто чудеса какие-то. Ёб твою мать. Ещё и лезвие сквозь неё прошло. Да, непонятно, что это было здесь, золотое. Стращало, пугало и ничего не сделал. Чё, чё, чё? Какое сообщение? Осторожен, дыра. Тут надо писать, береги дыру, а не осторожен, дыра. Опять какая-то херня. Такой передо мной мой лут собрался, да, стибрить. Парный клинок из красного железа. Душа гордого рыцаря. Ну, парный клинок я уже говорил. Насчёт этих сомнительных пушек. Видел один раз, это в пвп. Вот он, 170 дамага. Одноручный у него мувсет от алибарды, по-моему. Что это там такое слева? Пакел мне, пожалуйста. Время пособирать немножко лута. Господи, как он помер-то здесь. Ага, понятно. Факел не наш метод. Или он подумал, что он Иисус. Я не знаю, почему он пошёл и... Покончил с собой. Хуя, она вынырнула. А я и думаю, что она раком стоит. Она в засаде прилегла. Хитрожопая тварюга. А здесь, по-моему, кстати, ещё и маг вторгается. Да, маг. Причём очень сильный маг. Он пиромант, по-моему. Да здесь, в общем-то, каждый второй маг пиромант. Потому что тут всего-то магия, только света, по-моему, может быть, молнии и огня в основном. Загадочный киндалур. Ух, блядь. Причём новый персонаж наш находит цель в воде. Более интересный, чем... Ай, щит хороший. Не зря я у Скалопендера этих, у Саламандера бегал за ним. Блядь. И, конечно же, удар мимо. Блядь, я думал, я сдох. И если бы у меня удар был хоть на секунду дольше, наносился, всё, я был бы... Я был бы в числе вот этих призраков, которые тут сейчас опять разом озябли. А, подфартило. Это же опять надо было бы зачищать вот этот круг долбанный. Ну, нахер. Меня от одной мысли от этого передёргивает, блядь. А чё это здесь такое? Ну, внутри какая-то бабёнка сидит, это я вижу. А здесь чё? С той стороны ничего. Ну, может, с той стороны чего-нибудь всё-таки догадались спрятать. Не, мне кажется, там только смерть. Смерть на дне бездны, блин. Потому что персонаж нихрена не умеет плавать. А у этой ноги-то уже, смотрите, костыли-то уже омертвели, походу. На неё нажимаешь, и она куда-то исчезает. Не знаю, что за мистика. Роскошный вид. На что? Может помочь союзник. Да, тут союзник-то поможет. Пятно крови. Кто-то умудрился даже здесь вдохнуть. Господи, что тебя убило-то? Непонятно. Может, за ним дух гнался. Так, хорошо. Здесь, по-моему, нужен вот этот щит. На выносливость. Потому что здесь долбанная жаба в боссах. И до этого босса бежать хочу заметить. Ну, или как вы могли заметить, бежать до него очень далеко. Просто очень далеко. Путь не ближний. А, он, по-моему, магии не оттачит. Он вообще ничем не дамажит. Поэтому я лучше на кольцо, на больше душ от жадности одену. Чтобы с него побольше выбить. А на самом деле я сейчас тут сдохну. И будет моя жопа бомбить просто. Нате, впачку сразу, ёптать. Я сразу обозначу свою позицию. Ой. Ой. Что-то новое, чувачок. Не помню я такого. Такого удара. Вот это помню. На тебе, блядь. На тебе. Он, сука, на член немножко похож. Тоже залупляется. Потом отлупляется. Встает на задней лапке. Он прыгает. Это всё, что общее. Не надо, не надо ко мне подходить. О, вот туда прыгай. В одном из ДЛЦ уменьшенные копии вот этого босса превращены в обычных мобов. По-моему, более такие на лапках. Чем это он у меня вафлит. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Жбэньк. Ну, давай ещё разочек и до свидания. В принципе, босс, конечно, выглядит как какашка большая зелёная, но мувсет у него эпичный, когда он встаёт на задние лапки. Это смотрится классно. Но босс слабак и, конечно же, говножуй. Ключ скованного. Вот это тот самый ключ оружия. Я не знаю, можно ли здесь куда-то пройти. Или можно ли здесь куда-нибудь ёб, упасть. В смысле. Здесь можно. А здесь нельзя. Хотя щели такие просто охереть. А, так. Ключ скованного оружия. Оружие и ключ одновременно. То есть можно не выпускать ту бабу из темницы. Можно оставить себе ключик. Причём, смотрите, дамаг какой. А, нет. Её выпускать вроде как обязательно или нет. Хуй её знает. Ну, в общем, вот так выглядит эта шашка. Мувсет полуторного меча. Я думаю, что полуторным мечом эта штука и является, наверное. Меч, открывающий дверь к скованному. Он остро заточен, хоть и является ключом. Пронзите этим ключом скованного, чтобы положить конец его мучениям. Скованный когда-то был человеком. Понял, что не сможет устоять перед соблазнами плоти. И навеки заковал себя в цепи. С тех пор он ждёт дня, когда кто-то отыщет этот ключ и пронзит его чрево. Какая же тупизна. Почему ты тогда сразу не повесился? Зачем ты? Ну, ладно. Не мне тебя судить, не мне тебя о чём-то спрашивать. Но моё мнение, что ты мудак скованный и тупой до кучи. Просто реально взял себе... Всё равно, что Кощей себя бы навечно приковал куда-то, зная, что бессмертен. А посижу-ка я всю жизнь в заднице. Да, я вижу там эту кислотную бабочку, но мне лень менять оружие. А выпускать в неё три арбалетные стрелы. Это расточительство чистой воды. А чё это там справа такое интересное? Ой, а что это здесь такое? Тут чё-то... Чё-то тут необычное сделали. Сейчас, сейчас, сейчас я... Костёр найду, вот. Понял, что сначала надо сделать. Пошёл нахрен. Пошёл в жопу. Дай пройти, собака бешеная. Чё этот штучный пехотинец? Кого он тут мог остановить? Какие у него вообще были шансы? Дверка такая нарядная, главное. И не скажешь, что мы идём в долбанный склеп. Блин, как далеко-то здесь, до костра, походу. Вот этот ракурс, я уверен, смотрелся бы в 3D очень круто. Смотри, как. Меч вылезал бы из экрана. И так, в общем-то, имеет небольшой эффект. Жаль, камеру вверх не задрать. Блядь, мы... Я напомню, что храм Аманы был и так в подземельях замка, а теперь подземелье подземелий. Это я не знаю, блядь, вообще что. Ядро земли или где. Не прошло и часа, блин, мы доехали. Ёпти. Опять сообщение на каждом шагу. О том, что здесь не надо зажигать свет. Но об этом же здесь предупреждает. Блядь, как ты меня заебал так делать уже, пидорас. Дерьма ты кусок, сука. Раньше же он нормально появлялся. Какого хера сейчас-то? Да, да, мы встречались. Ты за мной следишь, я думаю. Вот что я думаю. Как мог Алдия превратиться в такой кусок дерьма, как вот это? Что это вообще? Пень, корень. И то, и другое. Да, да, да. Я, блин, с тобой согласен. Далмары твои мудрые, блин. Да, да, преследует любовь. Всё, да, я согласен. Но и движет. Но и движет желание летсплей записать вот так вот. Поэтому мне похрен, на что ты меня соблазняешь? В прошлый раз я ушёл от трона, когда только вышло это дополнение. То есть ещё без Директа 11-го. Сначала просто ввели вот Алдию вот этого. Да, я выбираю вроде да, не знаю. Вот, там я записал, как я убил этого босса и ушёл в другую сторону от трона. То есть в этот раз я попробую и его убить, и на трон сесть. Может быть. Может быть это долгожданный будет хэппи-энд, который устроит душу полого, которая мечется по этому миру. Да пошёл нахер отсюда. Ещё раз помешаешь мне к костру подойти, я тебе вот этот меч по самой, блядь, себе моль в жопу затолкаю. Вот на балдашничек только торчать оттуда будет. Говно кусок. Так, ну я же сказал, что надо ещё здесь сходить, посмотреть, чё тут есть сбоку. Есть тут где прикурить, например, факел. Блядь, есть, но далековато чё-то туда идти. А у меня есть много вот этого говна. И здесь какие-то... Ах ты, откуда же вы взялись-то? Ещё и в таком бодром количестве. А, ну да, и там статуя на входе стоит опять. Поэтому здесь и пучеглазики эти скачут. Надо же оправдать как-то, что кто-то вот это вот сделал. Хорошо, что у меня с собой было. А ещё тут... Ой! И здесь нашёлся костёр? А нахер он тут? Интересно. Нихуя себе. Блядь, да давай ты. Я тебя, сука, заживо сожгу. Я тебя... Не буду бить, я буду тебя сжигать нахрен. Гори, тварь. Сам факел урона-то не наносится, как я понимаю. Ай, он потух. Нет, он сдох. Костёр, ну чертовски дорогое, что дорогое. Если тут есть костёр, значит туда можно пройти дальше, и там что-то есть. И там можно сдохнуть, видимо, раз костёр на дороге. Тут где-то есть такой храм, куда пропускают только в облике полого. Что очень удачно, потому что я сейчас полый. Что-то костёр-то не разжёг. Странно. Очень странно, что здесь костёр. А, ну да, вот оно есть. А где я брал тогда уничтожитель? Уничтожитель. Вот тоже сюда заходишь. Пришёл я в первый раз, в двери потыкался. Нихуя не открыть, думаю. Ну, блядь, ключ, наверное, нужен. И пошёл все дальше. Потом всю игру прошёл, вспомнил про это место, вернулся. Обратите внимание, кстати, сколько эти безногие уёбки вне дамага сейчас наносят. Вот, вернулся сюда. Опять нихера не открыть, думаю, да, ёпта мать? Полез в интернет. Оказывается, что где-то тут есть подсказка, что надо прийти полом. А, или тут что-то пишут, если не можешь открыть. Но не пишут, что должен сделать, а обычно вот эту свою загадку нахрен, как они любят. Пошёл в жопу. Ох, не даёт, слава богу. Как ты заебал меня, а? Как ты меня задолбал, тварёныш? Судя по пятнам крови, не меня одного здесь. Вообще, смотрите, сколько народу погибло геройски, сражаясь. Да, и все почему-то выглядят как обычные пехотинцы. Господи, это, мне кажется, тени какие-то. Это стали фантомы упрощённые, потому что, ну, не могут все ходить в одинаковой броне здесь. Хотя у них разные мечи, разные щиты, но одеты они все в броню Пейта. Это же видно, что никого нет в другой броне. То есть, именно что показывает, ну, примерно как оно всё было, что он делал, но точно не видно, кто это был и какую броню он носил. Ну, это сет элитного рыцаря, то, что сейчас на них одет на всех. Я почему-то только сейчас-то заметил. Наблюдательность вообще не мой конёк. Так, здесь горят какие-то сплетённые фигуры, видимо, символизируя огонь страсти. И сидит очередная бобёнка. Немножко эротики торчит у неё из-под юбки. Да, я знаю, кто вы. Я знаю, что вы малафьиты. Вот она и стоит. Малафьита на коленках, чтобы исполнить своё предназначение. Роскошный вид, да нет? Не роскошный вид. Малыш, надеюсь, не жаба, которую я убил только что. Может помочь атаку в прыжке, и тогда слава костёр. Небесное благословение. Фишка в том, что здесь можно восстановить человечность. Если у вас больше нет человеческих фигурок. Молиться. Вот молишься, и тебе человечество восстанавливает. При каких-то обстоятельствах. Но вроде как писали, что не должно у тебя больше быть человеческих фигурок, вроде бы. Хер поймёшь, короче, что это за храм. Нахера он нужен. Двое впереди, и оба это... И оба из них пироманты. Я так понимаю, он мину, да, отложил. Ать, ать прервал. И под этот фейерверк наколдованный он был, сука, линчован тут же. Не знаю, что-то интересного. Но что-то должно быть. Огненное семя. Где его сеять, интересно? На солнце, что семя это? Блядь, господи, да сколько же вас туда? Он подходит? Он зачем-то откладывает там личинки своих фаерболов и думает, что я туда пойду. Вот это красиво, эффектно, бестолково. Кстати, надо заметить, вернее, что таких мобов раньше тут не было. Обязательно, ё-моё, надо. И вот слева стоит незаметненький сундучок. Киндер. И в нём-то и лежит уничтожитель. Довольно неплохая елдовина для ПВП. Причём, когда я сюда в первый раз спрашивал, а помню, что я пришёл, думаю, ёптвоё, ну и чё, тут ничего нету. Там дальше обрыв, и всё, и смерть. Потом так увидел надпись, подсказку, что тут где-то сундук стоит. А с той стороны ничего нет. Может, есть? А, есть, смотри. Ну а вдруг? Не может же два халявных сундука быть в этой игре. Уголь вражды. А, блядь, вообще, супер. Обидно знать, что в этой части игры нету гидры босса. Мне вот именно гидра очень в первой части понравилась, как идёшь-идёшь по лесу, и там в озерце плескается вдалеке многоголовое нечто. Драться не обязательно, но было жутко интересно. Тем более, что здесь локация располагает к тому, чтобы из этих глубин что-нибудь да всплыло. Что-нибудь большое, злое, сильное, сложное и запоминающееся. Но, блин, нихрена. Как ничего такого здесь и раньше не было, так ничего этого сейчас и нет. И поэтому вот первая часть в этом плане была, конечно, проработана намного лучше. Что ж там идёшь-идёшь, раз дракон прилетел, раз там это случилось, то что-то вылезло всё откуда-то. Тут такое ощущение, что боссы только вот именно за стеной тумана и бывают. Не бывает такого, чтобы босс просто где-то стоял, висел, лежал, что-нибудь с ним было. Странно. Итак, что же за это за уничтожитель-то такой? Где он? Это катана, насколько я помню. Да, бедный мой инвентарь, когда что же треснешь? Вот с белой ручкой. Уничтожитель. 67 яда у него, 153. И ещё у него есть... Так, это старинная сломанная катана. На первый взгляд может показаться бесполезной, но её лезвие покрыто смертельным ядом. Но этот меч забрал бесчисленное множество жизней, поэтому покрывающие его пятна крови превратились в яд. Почему он, собственно, сломанный меч, если он вполне себе целый? Ну, мувсет казацкой шашки, конечно. И он у всех катан одинаковый. Ну, силовой удар, мне кажется, здесь был более вот размаш тысяч, сейчас. Наши меч, черного рыцаря. Всё понятно, всё это было. И меня ждут. В некрополе, где он? Чё-то не видать. А, вот он. Холл мёртвых. Склеп. Не, некрополь. Но, вообще-то, сначала надо в Мондулу лететь. Ибо чё-то душ много. Сыкотно просрать. Тут, тем более, есть момент такой, где два громилы, у которых в руках по щиту. Вернее, по два щита не держат. Вот, щит Феникса. Где он лежит? Огненное море, поглотившее железо. Поглотило и этот щит. Вот где-то на лаве там вот лежит этот щит. И, видимо, я даже знаю, где, наверное, где дольше всего надо бежать по раскалённому полу. Но я туда пойду. Я думаю, когда найду кольцо огнеупорное какое-нибудь, которое повышает резист от огня. Без этого надо делать нехеру. Кстати, адаптация к огню не повышает. Нет. Сука, резист от огня 30. Капец. Чё надо прокачать? Вот. Интеллект и вера. Что вообще не входят в план прокачки. Мой. Не знаю, каким раком я там должен. Причём, как я понимаю, щит. То, что щит даёт защиту от огня, не вписывается в общий резист. Поэтому я хрен его знает. Там, видимо, обглотаться таблеток надо. Надеть кольцо. Надеть... Подождите, броня. То, что даёт от огня. 38, 18. Почему это всё не складывается? Вот, допустим, от огня большая защита. Всё равно 30. Может, это не сложный резист? Я не знаю. Хрен поймёшь тут, блядь, эти цифры. Да, да, доспех-то чё-то Олонского рыцаря вообще ни о чём. Он не выгоден ни по одному параметру. Барахла кусок. Так, где опять там этот склепище? Блин. Да, но всё равно кольцо от огня, конечно, надо на пять. Глядишь, поможет. Ну, на этом серия уже заканчивается. Потому что сегодня я решил выложить место одной длинной серии, две. Но средняя продолжительность Вильстада убивать всё равно надо идти. Это ещё полчаса времени. Поэтому его я убью лучше. Лучше следующий. Лучше целиком посвящу следующую серию этому склепу. Вообще-то, по-моему, раньше костёр был под лестницей. Нет. Нашёл. Радуйся, не нашёл. Всё. Самоцвет. Ладно, в общем, что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Адьё.